Топология не такая уж, чтобы слишком сложная была, но почему-то для школьников не получается, и для студентов-младшекурсников не получается рассказывать много продвинутых вещей, потому что несмотря на свою такую довольно наглядную картинку, которую мы имеем с топологией, все-таки там имеется довольно много технических моментов. И я, конечно, буду все это игнорировать, и мои лекции будут наглядными, но это не значит, что мои рассуждения не строгие, а просто это означает, что тех базовых знаний, которые необходимы для того, чтобы интерпретировать мои рассуждения как строгие, вам немножко не хватает. Поэтому это такой ознакомительный курс, и многие вещи будут интуитивно понятными, но, может быть, иногда будут возникать вопросы, что это означает с формальной точки зрения. Вообще, все, что связано с топологией, с непрерывностью, там все эти язык, эпсилон, дельта, долго к ним школьники и студенты привыкают. Но потом все равно все это сводится к наглядным картинкам, возвращается к наглядным картинкам, но уже на новом уровне понимания. И, в принципе, грамотный математик все наглядные рассуждения может привести на формальный язык, и формализация служит для того, чтобы обосновать то, что интуитивно и так понятно. Ну вот, я буду рассказывать про топологию, про то, что, собственно, делают ее нетривиальной наукой. И в основном мои рассказы будут про расслоения. Я буду пользоваться понятиями топологических пространств, но не буду, конечно же, углубляться в формальное определение, что это такое. Что-то составленное из кусков тел, скажем, в трехмерном пространстве. Это уже вполне достаточно, вполне содержательный объект. Ну вот, расслоение это такая структура, когда у нас одно пространство состоит из многих-многих слоев, расслаивается на кусочки, и формально это выглядит так. У нас есть пространство, которое называется пространство расслоения, есть база, которая расслоение, база расслоения, и отображение. Такое, что все слои этого отображения выглядят одинаково. Такое, что у меня есть некоторые условия локальной трибиальности, которые я потом немножко еще поясню. Но вот давайте я приведу пример, чтобы понять, о чем идет речь. Простейший пример расслоения, это один из простейших примеров расслоения, это такое, у нас база будет окружность, а пространство расслоения это цилиндр. И у нас, видите, цилиндр, то есть полоска, она заметается отрезками. У нас весь цилиндр расслоен на отрезки, и у нас есть такое однопараметрическое семейство отрезков, которые попарно не пересекаются и замощают весь цилиндр. Вот такая структура и называется расслоением. У нас есть база расслоения, пространство расслоения, слой, слой в данном случае это отрезок. Так, еще так вот рисует F-слой. Значит, это пространство, это база, это слой. И все интересное происходит из того, что есть разные расслоения. Даже если мы рассмотрим расслоение с базой окружности, со слоем отрезок, то помимо вот такого расслоения, которое называется тривиальное, есть еще одно, которое нетривиальное, которое тоже вам хорошо известно. Это, как вы можете догадаться, лента Мёбиуса. Лента Мёбиуса тоже, она замощается отрезочками. У нас есть отображение, которое... Каждый отрезочек отображает точку. У нас есть опять одноприметрическое семейство отрезков. И в данном случае... Так, если мы очень приблизительно будем смотреть, сразу не увидим, в чем же отличие между этой картинкой и этой. У нас над каждой точкой висит по отрезочку. Если мы рассмотрим близкие точки, то будут близкие отрезки. И точно так же все замощается. Тем не менее, это два различных расслоения, которые не эквивалентны между собой ни в каком смысле. В чем же отличие? Как же отличить одно расслоение от другого? В данном конкретном случае, например, можно вот как поступить. У нас у отрезочков, которые замощают наше пространство расслоения, можно выбрать ориентацию, то есть направление. И в первом случае можно выбрать согласованную ориентацию всех слоев. Так что, когда мы идем от одного слоя к соседнему, у нас ориентация слоев непрерывно продолжается. И таким образом у нас то, что называется ориентированное расслоение. Все слои имеют согласованную ориентацию. А в этом случае так сделать нельзя, потому что если мы начнем с какого-нибудь слоя и выберем каким-нибудь образом направление этого слоя, и попытаемся это продолжить в соседней точке, и дальше пойдем-пойдем по непрерывности, когда мы будем возвращаться, обойдем по кругу, начнем возвращаться, и оказывается, что мы придем к тому же самому слою с обращенной ориентацией. То есть выбрать в данном случае непрерывным образом ориентацию всех слоев согласованным образом не получается. Значит, это получается неориентированное расслоение, оно отличается топологически от этого. Но вот о таком топологическом отличии расслоения, о том, что они бывают разные, как отличить одно от другого, мы будем говорить. Но в каком-то смысле вот эти примеры, это наиболее простые примеры тривиального и нетривиального расслоения. У меня будет чуть-чуть больше, более сложный объект исследования, а именно в том, что я буду рассматривать, все слои будут ориентированы. Я буду рассматривать S1 расслоение. Это расслоение со слоем окружность. Значит, у нас будет слой, который у нас обозначался буквой F. Это окружность, причем не просто окружность, а ориентированная окружность с выбранной ориентацией. Значит, у нас выбрана ориентация, и таким образом в каждом слое есть положительное направление вдоль окружности, вдоль слоев. И в данном случае все равно у нас база, пространство, а это слои. Но в этом случае все равно возникает богатая нетривиальная теория, которая позволяет отличить одни расслоения от других. И много с этим связано разной интересной геометрии и комбинаторики. Прежде чем приступать к баломерным изучениям, давайте я еще немножко прокомментирую определение. Вот у нас было слово свойство локальной тривиальности. Локальная тривиальность означает, что в окрестности каждой точки базы расслоение устроено типичным образом, просто как прямое произведение. Локальная тривиальность означает следующее, что если мы... Когда говорят слово расслоение, подразумевает, как правило, это сокращение от термина локальное тривиальное расслоение. Значит, определение такое. У каждой точки базы имеется окрестность такое, что если мы будем обозначать отображение буквы П, то объединение слоев над этой окрестностью выглядит как прямое произведение, то есть гомеоморф на прямом произведении. Причём этот гомеоморфизм, это отождествление сохраняет слои проекции на первый сомножитель. То есть вот у нас тут было кривое расслоение, но если мы выберем какую-то окрестность базы, в точке базы, вот на отождествиле, то над ней расслоение устроено просто как прямое произведение. И вот из таких прямых произведений, или ещё, как говорят, тривилизации, склеивается всё расслоение. Значит, вот это условие локальной тривиальности, оно как раз и формализует то понятие, что означает, что слои непрерывно зависят друг от друга. Чтобы немножко понять, о чём речь идёт, давайте я приведу пример. Давайте рассмотрим такую ситуацию, когда у нас в качестве базы будет отрезок, а в качестве пространства будет вот такая фигура. Вот у нас такое отображение, вертикальная проекция. У нас, как видите, каждый слой является отрезком, но, тем не менее, такое семейство отрезков не является локально-тривиальным расслоением. Вот примерно вот здесь условие локальной тривиальности нарушается. Это не является расслоением. Причём можем точки вот этого кусочка включать или не включать, считать, что прообраз этой точки будет либо короткий отрезок, либо длинный. Это ничем не поможет. И в другом случае это не является локально-тривиальным расслоением. Поэтому, в принципе, там некоторые формальные определения нужны, чтобы понять, что означает, чтобы формализовать понятие непрерывного семейства слоёв. А второе замечание вот какое, что когда мы рассматриваем тривилизацию, то у нас все слои отождествляются между собой. В пределах одной тривилизации вот у нас есть проекция на второй сомножитель, то есть все слои у нас просто отождествляются со слоем. То есть все слои в локально-тривиальном расслоении одинаковые. Но тем не менее, на то оно является расслоением, что хотя все слои одинаковы, но канонически отождествлись между собой все слои нельзя. Вот у нас, даже в этом простейшем случае, у нас каждый слой является отрезочком, но нельзя на каждом из этих отрезков одновременно нарисовать числовую ось от нуля до единицы. Нельзя их отождествить все одновременно с отрезком 0,1. Потому что если бы мы могли это сделать, мы получили бы тривиальное расслоение. Раз у нас расслоение тривиальное, мы это сделать не можем. Вот таким образом все слои с одной стороны одинаковые, но такой изоморфизм разных слоёв, он не канонический. Давайте ещё приведу пример. Давайте рассмотрим не только не Тор, а полноторий. Тор вместе со всей своей внутренностью. Тор склеивается, его можно склеить из-за цилиндра, просто, значит, он заполненный цилиндр, и можно его склеить, соединив просто граничные диски. Можно ещё так при себе представить, что вот у нас есть такой кабель, и мы склеиваем, соединяем концы кабеля. Значит, если мы это соединим, то получается, если у нас все слои были здесь представлены отрезками, мы соединим, и все слои превратятся в окружности. И мы получим, на самом деле, прямое произведение, тривиальное расслоение над диском. У нас получается из этих отрезков склеиваются окружности, у нас получается двухпараметрическое семейство окружностей, которые склеиваются в расслоении над диском со слоем с тотальным, с общим пространством Тор. А теперь представим такую ситуацию, что мы возьмём точно такой же кабель, только прежде чем склеивать, мы повернём на 180 градусов. Значит, вот эти два конца этого кабеля мы соединим, но повернув на 180 градусов. Что получится? Получится такая вещь, что вот мы идём вдоль одного слоя, а когда мы придём до конца, то мы не вернёмся в начало, а впадём в противоположную точку. Значит, опять мы пройдём, теперь мы пойдём сюда. Получается, что каждый слой будет представлен не одним отрезком здесь, а двумя отрезками, у которых концы диаметрально-центрально-симметричны. Но это будет так со всеми слоями, кроме центрального. центральный слой, он всё-таки замкнётся, и получается, что он будет представлен одним отрезком. Значит, у нас получается опять весь полнаторий замощается окружностями. Все окружности представлены парой отрезков на этой картинке, и только один слой представлен одной окружностью. Вот такая картинка гораздо больше похожа на расслоение, чем вот здесь, потому что, по крайней мере, в окрестности каждой точки тотального пространства мы ничего патологического не увидим. Если мы возьмём какую-то окрестность каждой точки в этом пространстве, мы увидим просто семейство параллельных линий. И чтобы что-то там нехорошее, мы не увидим. Но, тем не менее, это не настоящее расслоение, поскольку от центрального слоя мы не сможем сдвинуться непрерывно в соседние слои. У нас свойство локальной тривиальности нарушается, и поэтому это недорасслоение имеется в топологии такой специальный термин – слоение, поскольку он неполноценное расслоение, это всего лишь слоение. Значит, это ещё один пример картинки, который похож на расслоение, но расслоением не является. Всё замощается окружностями, но тем не менее расслоением не является. А какие же бывают расслоения со слоем окружности? Самая интересная теория получается, когда база расслоения двумерна. Если база расслоения одномерна, ну, скажем, база есть окружность и слой окружность, то тогда там ничего содержательного не получается. Всё такие расслоения, как нетрудно увидеть, тривиальные. А давайте рассмотрим случай, когда база двумерна. Например, сфера. Давайте рассмотрим разные примеры расслоения, у которых база расслоения сфера, а слой является окружность. Ну, в простейшем это, конечно, тривиальное расслоение. Это тривиальное. Ну, тут всё понятно. У нас все слои отождественны между собой. У нас имеется много окружности, все они параметризованы точками сферы. Ну, тут обсуждать-то нечего. Но есть другой пример. А именно вот какой. Рассмотрим сферу. И в каждой точке у нас есть касательная плоскость. А в этой касательной плоскости можно выбрать единичный вектор. Я сейчас его покороче нарисовал. Но вот возьмём вектор единичной длины. И множество всех векторов единичной длины, приложенных к данной точке, образует окружность. Значит, это будет слой нашего расслоения. Значит, получается расслоение касательных единичных векторов. База у нас, опять же, сфера. А пространство состоит из множества всех касательных векторов единичной длины. Касательные это понятно, что означает. Но если возьмём нашу стандартную единичную сферу в трёхмерном эксклюзном пространстве, то касательные вектора это те, которые перпендикулярны радиус вектору. А касательный вектор, вообще вектор в трёхмерном пространстве, он характеризуется не только своим направлением, но и точкой приложения. Вот у нас получается таких векторов трёхпараметрическое семейство. Два параметра нужны для того, чтобы задать точку прикрепления. Ещё один параметр, чтобы направление. Значит, получается вот такое расслоение. И вопрос, тривиально оно или нетривиально? Значит, вот уже первый вопрос. Являются ли эти два расслоения одинаковыми или нет? Кто ходил на кружки математические, то кто-то наверняка знает про задачку про причёсывание ёжика. Дело в том, что если бы расслоение было тривиальным, то в каждом слое можно выбрать... Это значит, что все слои одновременно можно отраздействовать со стандартной окружностью. То есть на каждом слое можно выбрать начало отсчёта. Можно выбрать угловую координату и начало отсчёта. Вот такой выбор специальной точки начала отсчёта на каждом слое называется сечение. Сечение, если у нас есть расслоение, то сечение это отображение, сопоставляющее каждой точке на базе точку в слое над этой точкой базы. То есть такое отображение из базы в тотальное пространство такое, что если мы сначала применим это отображение, а потом обратно спроектируем, то получаем тождественное отображение базы в себя. Так вот, в тривиальном расслоении имеется сечение. Ну и в данном случае вообще тривиальность расслоения равносильно существованию сечения, которое мы выберем за начало отсчёта угловой координаты в каждом слое. И тривиализация, в частности, задается для расслоения со слоем окружности, тривиализация задается просто выбором сечения. Значит, если бы это расслоение было бы тривиально, у него было бы сечение над всей базой. Что такое сечение этого расслоения? Значит, сечение расслоения единичных касательных векторов это просто соответствие, которое каждой точке сферы сопоставляет касательный вектор. Это значит векторное поле. Значит, если бы расслоение было бы тривиально, то у него бы существовало, тогда бы существовало на сфере векторное поле, которое, в общем, такое сюда определено и имеет единичную длину. А значит, есть такая теорема о том, что ёжика нельзя причесать, что на сфере не существует непрерывного векторного поля без особых точек, то есть, которое нигде в ноль не обращается. Если вы попытаетесь нарисовать картинку, у вас обязательно получится либо залысинки, либо хохолки на сфере векторного поля нигде не обращающегося в ноль не существует. Мы потом это всё алгебраизуем. Но, по крайней мере, сейчас такой факт я напомню, что на сфере не существует векторного поля, нигде не обращающегося в ноль. Значит, это расслоение нетривиально. Кстати говоря, чтобы отличить нетривиальность этого расслоения, давайте чуть-чуть попозже я ещё вернусь к нетривиальности этого расслоения. Следующий пример, который мне хочется с вами разобрать, который интересен, в каком смысле даже более важен, чем вот этот. Это расслоение хопфа. Если вы уже студент, то не могли его избежать. А если вы школьник, наверняка в любом случае вы будете много раз с этим сталкиваться, поэтому это очень интересный объект. Его представить себе можно. Расслоение хопфа это тоже расслоение с базой сферы, со слоем окружность. А пространство расслоения у него это трёхмерная сфера. У него оказывается трёхмерную сферу можно замостить двухпараметрическим семейством окружностей. Так что все эти окружности семейства образуют двумерную сферу. Что же это такое? Устроить на это вот каким образом. Трёхмерную сферу пространства расслоения можно представить как единичную сферу в четырёхмерном евклидовом пространстве, а лучше как единичную сферу в двумерном комплексном пространстве. Если мы возьмём двумерное комплексное пространство с точками с координатами z и w, то вот это вот уравнение, или если в евклидовых в вещественных координатах получается сумма четырёх квадратов равна единице, это стандартная единичная сфера в четырёхмерном пространстве. Вот. А отображение устроено таким образом. Каждая точка пространства c2 или в том числе и сферы она кроме начала координат лежит на единственной комплексной прямой. Через каждую точку вне начала координат можно провести прямую. вещественную понятно, но и комплексную точно так же. Мы просто возьмём точку и будем умножать её на всевозможные комплексные числа. Вот мы получим комплексную прямую в лежащую в c2. Поэтому база расслайдия s2 это множество всех комплексных прямых. Это прямые комплексные прямые в c2. то есть это то, что называется проективная прямая, комплексная проективная прямая или ещё по-другому её называют сфера Риммана, которой нужно к обычной комплексной плоскости добавить ещё одну точку, которая называется бесконечность. А всё это вместе образует сферу. Топологически это устроено как сфера. Значит, это база расстояния сферы. Комплексная прямая это размерности 2? 1. Вещественной размерности 2. Пардон. Вещественной размерности 2, да. Это комплексная прямая, она как комплексная, там на языке комплексной геометрии она одномерна, а с точки зрения вещественной геометрии она двумерна. Давайте ещё немножко я это попытаюсь в координатах описать. Значит, у нас точки Z и W лежат в комплексном пространстве, а мы сопоставляем им комплексную прямую, проходящую через эти точки, то есть мы берём множество точек, которые пропорциональны этим это прямая. Вот. И множество всех таких прямых образует в однородных координатах, ещё представляется, записывается надо таким образом, значит, это означает такие записи, означает, что это объекты, которые задаются парой координат, но парой координат с точностью до пропорциональности. Значит, вот две такие пары координат, которые отличаются на общем множитель, считаются эквивалентными. Это они представляют одну и ту же прямую. Это так называемые однородные координаты. Ну и можно рассмотреть такие два случая. Во-первых, это когда первые координаты отличны от нуля, вот тогда отсюда следует, что эта точка можно в качестве этого множителя взять единицу на z, чтобы сочинственным множителем превратить первую координату в единицу. вот это открытый кусок проективной комплексной прямой, который образован просто всеми... Вот эта вот вторая координата, значит, это вот вторая координата, это просто комплексное число. Это такая афинная часть проективной прямой. Она сдается просто одним комплексным числом. вот, но так можно сделать только в случае, если первая координата не равна нулю, а если первая координата равна нулю, то это просто точка. Это просто точка. Да, но мы, конечно же, начало координат выбрасываем, потому что две координаты одновременно в ноль не разрешаются, чтобы обращались. Через начало координат проходит много прямых. Прямые образованы теми, однозначно задаются теми точками, где хотя бы одна координата не обращается. Ну вот, значит, получается, что мы к комплексной прямой еще добавили одну бесконечно удаленную точку, а вместе это все сложилось в двумерную сферу. А какие же точки лежат в одном слое? А в одном слое лежат те точки, которые отличаются на общий множитель. Только нужно этот множитель брать по модулю равном единице, чтобы мы не выскочили за сферу. Вот у нас возьмем точку Z и W V. И начнем умножать на комплексное число по модулю равной единице. Но если вы помните, как такие числа записываются, такие числа записываются в таком виде, где угол φ пробегает от 0 до 2 π, и получается окружность. Множество комплексных чисел по модулю равны единице, это окружность. Вот это множество всевозможных, когда φ пробегает, у нас получается целая окружность. Получается такое отображение. У нас тотальное пространство трехмерная сфера, база двумерная сфера, а слой является окружность. Оказывается, трехмерное пространство, трехмерную сферу можно замостить окружностями, так что получается расслоение. Тут размерности не очень большие, поэтому это можно все увидеть наглядно. давайте я здесь оставлю. А здесь попробую его нарисовать. Первое, что нам нужно нарисовать, это трехмерную сферу. Как нарисовать трехмерную сферу? Трехмерная сфера это почти трехмерное вещественное пространство. Нужно всего лишь на всего одну точку добавить к вещественному пространству, чтобы получилась сфера. трехмерную пространство нужно еще одну точку добавить. Ну или по-другому еще нужно взять историографическую проекцию. Я себе так условно нарисую. Вот здесь у нас в R4 лежит наша единичная сфера. Возьмем точку полюс и будем из нее проектировать по-всякому. Значит, у нас получается сфера отобразится на трехмерное пространство. Здесь у меня размерности не хватило. Здесь выглядит все как двумерное, но на самом деле в трехмерном пространстве то же самое происходит. Мы из одной точки проектируем сферу на евклидовое пространство, на гиперплоскость, а без проекции остается только одна точка, центр проекции, центр проектирования. Ну вот, значит, всю сферу можно спроектировать на плоскость, и у нас останется незаполненная только одна точка. Вот значит, получается, что трехмерное пространство, в котором мы живем, можно полностью замостить окружностями, за исключением того слоя, который проходит через бесконечность, он будет представлен прямую. Значит, вот получается прямая, которая представляет окружность, проходящая через бесконечность, окружность. вот, когда добавим эту точку к прямой, то получается уже замкнутая окружность. А вся остальная часть, все остальное дополнение к этой окружности замощается окружностями. Все дополнение к прямой замощается окружностями непрерывно. Вот. Как же устроена эта картинка? Попытайтесь представить себя, как замостить дополнение к прямой окружностями. Какие есть предложения? Ну, попробуем просто вращать вокруг этой оси трехмерное пространство и посмотрим, что будет из себя представлять слои. Так вы представляете? очень хорошо. Мы заполнили все пространство окружности, но, к сожалению, это не является локально тривиальным расслоением. Потому что эта ось явно имеет специальную структуру и из нее в соседние слои вы никак не попадете. А из топологических соображений, которые я знаю в виде секрета, с вами сейчас поделюсь, оказывается, что вот это замощение слоями расслоения хопфа устроено таким образом, что там каждые два слоя попарно зацеплены. Вот у нас в этой картинке все слои, кроме центрального, все слои попарно разъединены. А условия зацепленности это топологическое такое условие, если уж какие-то два слоя зацеплены, то и они все попарно зацеплены, поэтому так не может быть, чтобы эти два слоя были не зацеплены, а этот с этим были зацеплены. Поэтому в расслое хопфа так получается, что там все слои попарно зацеплены, поэтому эта картинка не годится. Нужно как-то по-другому исхитриться. И можно конечно написать формулы, как это устроено, посчитать это честно, но давайте я сейчас приведу ответ. Вообще-то говоря, это хорошее упражнение, которое можно было бы оставить до следующего раза, но все-таки очень часто бывает в математике, что задачу можно решать только тогда, когда знаешь заранее ответ. Если заранее ответ не знаешь, то задачу решить очень сложно. Поэтому кстати говоря, гипотезы не менее важны в математике, чем теоремы. Если уже имеется утверждение, то его как-то пытаться доказать гораздо легче бывает. Ну вот, так что я сейчас сформулирую ответ, а вы попытайтесь его получить при помощи формул, которые я тут писал. Ответ такой. Значит, есть еще кроме этого слой, есть еще один слой, который представлен вот такой окружностью, которая идет вокруг него. Я сейчас буду рисовать картинку в вертикальном сечении, проходящей в такое пересечении всей этой картинки, всего это слоение с плоскостью, проходящей через эту ось. и вот есть одна такая окружность, которая обходит вертикальную прямую и протыкает нашу доску меловую в двух точках. А дальше вот как устроено. На эту окружность начинает разрастаться и получается такое семейство торов, которые все больше и больше радиуса, и постепенно они заполняют все пространство. Если мы эту окружность начнем вращать вокруг вертикальной оси, то получается тор. На этом все эти торы замощены в свою очередь слоями расслоения хопфа. Но как они замощены? Они замощены вот таким образом, что когда мы обходим, значит, вот здесь вот есть точка, и когда мы начинаем вращать плоскость вокруг вертикальной оси, эта точка бежит по своей окружности. Но когда мы делаем полный оборот вокруг вертикальной оси, эта точка делает также еще один оборот вдоль своей окружности. Как бы это так объяснить? Значит, вот этот тор, он сам по себе, эти слои, они лежат на этих торах, но они еще закручены немножко. Они не являются следами вращения вокруг вертикальной оси, а вот еще и с такой перекруткой. Когда мы бежим, мы должны вращать одновременно вращать вот эту окружность вокруг вертикальной оси и одновременно поворачивать ее так, чтобы полный оборот вокруг вертикальной оси соответствовал полному обороту окружности вдоль себя. Представляете? да. Да, ну давайте я сейчас да, да, я вот сейчас нарисую какую-нибудь одну из них. Вот это такая тор, вот этот тор лежит и на нем слои расслоения хопфа, которые устроены таким образом. Значит, мы идем вот один слой, а там дальше идет соседний слой. Хорошо нарисовал. и так далее. Значит, что мы должны один раз обойти этот тор вдоль параллели и один раз вдоль меридиана. Второй слой. у нас весь тор состоит из слоев расслоения хопфа. Они так лежат на нем. Ну или еще вот как по-другому, что мы поворотом вокруг вертикальной оси небольшим. Ну, похоже, да. Значит, вот смотрите, еще можно так сказать, что наш тор, вот этот, который я нарисовал, он склеивается, как всегда, и с прямоугольником. Мы сначала замкнем одну пару сторон, получаем цилиндр, а потом вторую пару сторон получается тор. Правильно? Вот. Значит, в этом цилиндре эти параллели, то есть кривые, которые получаются вращением точки вокруг вертикальной оси, представлены горизонтальными линиями, а меридианы, то есть сечения с плоскостями, проходящими через центральную ось, представлены вертикальными линиями. А наши слои расслояния Хопфа идут наискосок. Вот там, скажем, один слой расслояния Хопфа, а это соседний слой расслояния Хопфа. Вот. А это еще один слой расслояния Хопфа. Получается, что наш ТОР действительно замощён окружностями параллельными, но не горизонтальными и не вертикальными, а под углом 45 градусов. Все слои замкнутые, и когда ТОР сжимается к центральной окружности, то они постепенно на неё наматываются, а когда ТОР увеличивается, его радиус до бесконечности, эти слои постепенно наматываются на вертикальный слой. Получается такая картинка, что все слои попарно зацеплены, видно, что они... Тут нужно представить, разобрать несколько случаев, когда они лежат на одном ТОРе, когда они лежат на разных ТОРах, но более-менее наглядно, что все слои попарно зацеплены в этой картинке. Значит, вот получается ещё одно расслоение. Значит, вот мы... Я вам описал три расслоения. Одно расслоение тривиальное, второе расслоение касательно единичных катаров, третье расслоение ХОПФ, это всё разные расслоения, и они попарно неэквивалентны. Давайте я ещё немножко прокомментирую, как бы отличить эти расслоения друг от друга. Интуитивно это означает, что они вот так вот в трёхмерном пространстве расположены. Но формальное... Есть формальное определение такое, что мы на... Есть индекс зацепления кривых трёхмерном пространстве. Нужно на одну кривую натянуть плёнку, получается диск. А потом посмотреть, сколько раз вторая кривая протыкает этот диск со знаками в положительном или в отрицательном направлении. И оказывается, у этого индекс зацепления можно определить целое число инвариантным образом. И вот, значит, индекс зацепления слоёв любых двух равен единице в данном случае. Это можно делать в трёхмерном пространстве и можно делать на трёхмерной сфере. Это определение не меняется. Давайте немножко вам ещё... Я в следующий раз буду рассказывать по-настоящему, как нужно отличать эти расслоения. А сейчас я всё-таки тоже ещё одно отличие этих расслоений расскажу. такое наглядное, но в следующий раз будет другое, более правильное. А именно давайте посмотрим на пространство расслоений. Я хочу сказать, что пространство расслоений это трёхмерное многообразие, трёхмерное пространство. У них трёмя параметрами локально сдаются. И давайте сейчас убедимся, что сами пространства расслоений, то, в котором жизнь происходит, они все попарно различны. Вот мы хочу описать все эти три пространства, что они разные топологически. И одно из таких простейших инвариантов, которое позволяет их отличать друг от друга, это фундаментальная группа. она проходится в курсе топологии, скажем, в независимом университете вы или в высшей школе экономики. Минвентальная группа изучается на первых же лекциях по топологии или по геометрии. Это такой самый-самый простой инвариант, который можно определить, интуитивно понятный, но уже такой, который требует понятия непрерывности. Фундаментальная группа пространства обозначается P1 от пространства, но еще нужно брать какую-то начальную точку, от которой на самом деле группа не зависит, но уже в обозначение она входит. Это множество всех, множество непрерывных замкнутых путей, которые начинаются из точки x0 и кончаются в этой точке. Но путей существует очень много, обозреть их невозможно, а пути рассматриваются с точностью до гомотопии. Гомотопия это непрерывное изгибание путя, непрерывная деформация путя. Значит, с точностью до непрерывной деформации все возможные пути нужно классифицировать. Эти множество путей образуют группу, потому что если у вас есть один путь, один замкнутый путь и второй замкнутый путь, вы можете пройти сначала вдоль одного, а потом вдоль другого. Значит, их можно складывать. Но это сложение, кстати, не всегда коммутативно. Если вы пойдете вдоль первой, потом вдоль второго, или вдоль второго, потом вдоль первого, это не обязательно будет одно и то же. А что такое, скажем, обратный элемент в этой множестве, в этой группе? Если вот у нас есть петля, замкнутый путь, то что будет к ней обратным элементом? Казалось бы, эта петля пройдена в обратном направлении, да? А что такое тождественный? Что такое ноль? Стоим на месте. А вот теперь давайте пройдем по петле, а потом пройдем обратно. Что у нас получится? У нас сразу получится тождественный путь? Да, значит, если мы пойдем вдоль петли, значит, мы пойдем, вот я сейчас изображу наш путь, мы пойдем вдоль петли, а потом обратно. Значит, я нарисовал, вот это если гамма, а это гамма, а потом гамма в минус первой. Умножил в смысле группы P1. Ну, значит, видите, у нас тождественный путь не получился, но у нас получился путь, который гомотопен тождественному. Этот путь, который я здесь нарисовал, можно деформировать непрерывно. Вот я его сейчас чуть-чуть продеформирую, потом еще продеформирую. И вот так постепенно его можно сжать. Значит, получается, что композиция пути его обратного это не в точности тождественная, но гамма-тождественная. Поэтому без этой эквивалентности у нас группы не будет, а вот с этой эквивалентностью у нас получается группа. Ну вот, значит, у разных пространств есть разные варианты. И вот давайте посмотрим пример. Значит, если возьмем фундаментальную группу области, скажем, или плоскости, что у нас получится? Тривиально, потому что любой путь можно просто сжать гомотетий к началу координат. А вот если взять окружность, то уже не факт. Значит, мы обойдем начало координат, обойдем вдоль окружности и получаем нестягиваемую петлю. Но вот количество оборотов, сколько мы можем сделать вокруг окружности, это однозначно кривую на окружности, путь на окружность источность гомотопии характеризует, а это доказывается в курсе топологии, у нас получается, что это Z. Значит, каждому целому числу сопоставляется путь, это число N сопоставляется N раз, обход, N-кратный обход вокруг окружности. А вот что будет, если мы возьмем двумерную сферу? Что получится? А вот как это понять? Ну, действительно, значит, если мы возьмем петлю, то, чтобы вы мне не рассказывали про кривую пиано, она ни за что не заполнит всю сферу. Вот. Она не заполнит всю сферу, потому что кривая одномерно. Поэтому мы выберем точку, через которую она не проходим, и от этой точки так чулком можем все стянуть к противоположному полюсу вдоль. Назначим эту точку северным полюсом и к южному полюсу вдоль меридиана все стянем. Получается тривиальное. Ну и точно так же, кстати, по этой же причине для трехмерных сфер и так далее. Вот. Значит, теперь что же у нас тут имеется? Значит, вот для Рослайни Хопфа получается пространство расслоение то, что называется односвязное. У него нету ни замкнутых петель у расслоения Хопфа. А у этого расслоения но сфера ни на что не влияет. У него же ответ здесь будет такой же, как у окружности. Значит, у нас есть замкнутые кривые, и замкнутая кривая в прямом произведении это пара кривых на сфере и на окружности. Чтобы понять, какая кривая устроена, нужно следить только за той составляющей, за её проекцией на окружность. И однозначно всё определяется. Это получается Z. Значит, петля однозначно характеризуется тем, сколько она раз обмотается в проекции на окружность. А вот здесь тоже у нас имеется. Здесь такая картинка. Что же это такое? Ещё по-другому вот как. Что такое касательный вектор? Давайте я нарисую касательный вектор. Вот у нас есть единичная сфера точка на единичной сфере на единичной сфере точка приложения касательного вектора. Это радиус вектора я нарисовал. И касательный вектор в этой точке, который примедикулярен этому. Ну и давайте я его отложу от начала координат. Ну и эту пару, отнормированную пару векторов можно дополнить до тройки. Отнормированной тройки. Значит, мы получим артонормированный репер. Получается, что множество касательных векторов это всё равно, что множество всех артонормированных реперов в трёхмерном пространстве. Первый вектор характеризует точку приложения касательного вектора, второй собственно касательный вектор, а третий это уже однозначно достраивается. Если у вас есть два вектора, то треть однозначно ими определяется. Отнормированной тройки однозначно, если ещё, чтобы сохранить ориентацию, она однозначно восстанавливается. Или, если угодно, векторное произведение первых двух. множество всех артонормированных троих векторов, множество всех реперов это просто множество всех поворотов, множество всех движений трёхмерного пространства. Это обозначается буквочкой СО3. СО3 это множество всех движений, множество всех вращений евклидового пространства. Или там ортогональных 3 на 3 матриц. Ну как, на каком языке вам удобнее говорить. Так вот, у этого пространства тоже интересно понять, как устроена фундаментальная группа. Как устроена фундаментальная группа движений трёхмерного пространства. Если мы возьмём какое-нибудь что-нибудь, не знаю, предмет, и начинаем его вращать. И вот мы его вращаем, 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 перевели в исходное положение. Это означает, что мы взяли петлю в трёхмерном пространстве. Мы покрутили и вернули на место петлю. Вот вопрос. Какие бывают нестягиваемые пути? Какие в трёхмерном пространстве есть пути, которые нестягиваемые? в трёхмерном пространстве. нестягиваемые петли. Есть такая вещь, что если мы возьмём и будем его вращать вокруг оси и вернём в исходное положение, то это получается петля в С3, которая не стягивается. А вот те, кто уже в курсе, оказывается, знают, что если эту петлю пройти дважды, то получается кривая, которая стягивается. Оказывается, здесь фундаментальная группа Z2. Значит, есть такой путь, а именно в качестве образующего можно взять такое вращение на 360 градусов вокруг оси. Этот путь оказывается нестягиваемый. Если его взять дважды, то он стягивается. Почему он нестягиваемый? Давайте я сначала расскажу, почему если его пройти дважды, то он будет стягиваемый. Это картинка, которая, это вещи, которые очень легко продемонстрировать. Смотрите, следите за руками. Вот я его один раз прошёл, а теперь я второй раз прошёл. Если я один раз прошёл, то у меня не получается руку выпрямить. Получается нестягиваемый путь. А если я два раза прошёл, то получается руку выпрямить. Путь стягиваемый. Можно разные другие объяснения. есть разное объяснение этому факту, но одно из них такое, что оказывается эта вещь ещё получается это пространство получается SO3 группа вращений группа вращений получается из трёхмерной сферы отождествлением противоположных точек. Это ещё вещественное проективное пространство размерности 3. То есть это трёхмерная сфера, у которой противоположные точки отождествлены. иными словами имеется такое накрытие с трёхмерной сферы отображается в группу вращений которая двулистна, неразотеленной и двулистна. Из этого факта уже автоматически вытекает, что такой путь, который начинается в одной точке сферы и кончается в противоположной, он не стягивается и заодно это вычисление тоже из этого следует. Это действительно соответствующая техника. Она несложная, но некоторое время занимает, чтобы её освоить, длинные точные последности и так далее. Это всё на первых начальных лекциях по топологии выясняется. А это отождествление у него есть много разных интерпретаций. давайте я одну из них расскажу. Как отождествить группу вращений с вещественным проективным пространством, то есть со сферой с противоположными точками отождествлёнными. Только давайте я немножко по-другому это ещё проинтерпретирую. У нас есть трёхмерная сфера и я хочу отождествить противоположные точки, то есть из каждой пары противоположных точек я хочу выбрать одну. Это немножко по-другому можно наглядно представить. Давайте экватором двумерным разобьём сферу на две половинки и получается две полусферы, каждая из которых это замкнутый трёхмерный шар. И тогда у нас получается, что из этих двух точек, которые мы отождествляем, одна из них лежит в одной полусфере, другая в другой полусфере. И поэтому этими точками можно удобно отождествлять трёхмерный шар. Поэтому можно взять из этих двух полусфер только одну часть. Получается трёхмерный шар. Замкнутый трёхмерный шар. Но только единственное, что границы этого шара, который экватор, на нём всё ещё есть отождествление. И на нём всё равно нужно отождествить противоположные точки. Получается такая интерпретация ещё этого трёхмерного пространства. это трёхмерный шар, у которого противоположные точки границы отождествлены. Идём, 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 и когда мы доходим до границы, мы выходим из противоположной точки. Проективное пространство Это проективное пространство, это шар, у которого у точек границы противоположные антиподальные точки отождествлены. Ну и здесь тоже в этой интерпретации легко увидеть образующую нестягиваемую петлю. Это петля, которая как раз идёт внутри шара и соединяет его противоположные точки границы. Такая петля нестягиваемая. А если её дважды пройти, то в этой интерпретации легко нарисовать семейство картинок и увидеть, как если дважды пройти эту петлю, то она стянется. Есть способ, как проинтерпретировать множество всех вращений, как шар с отождествленными концами. Делается это таким образом. Может быть, кому-то это уже рассказывали. Рассмотрим все вращения трёхмерного пространства. Оказывается, что все вращения трёхмерного пространства устроены таким образом, что всегда есть ось вращения. Если у вас есть ортогональное преобразование трёхмерного пространства, то это всегда поворот вокруг какой-то оси. Это теорема ещё какого-то 17 века, я забыл, кто автор. Что всегда всякое движение трёхмерного пространства можно реализовать как поворот вокруг подходящей оси. Поэтому, чтобы запараметризовать все возможные повороты, нужно выбрать сначала ось, а потом угол поворота. Ось, это выбор всевозможных осей, образует сферу направления поворотов. Вот у нас получаются всевозможные лучи, выходящие из начала координат. Каждый луч соответствует оси, вдоль которой мы будем вращать. А вдоль этого луча будем откладывать угол, на который мы поворачиваем трёхмерное пространство. Если мы поворачиваем по часовой стрелке, то мы от нуля угол до π. А если мы вращаем против часовой стрелки, это всё равно, что мы вращаем вдоль противоположного направления с положительным направлением. Поэтому, получается, что можно считать, что либо у нас всё параметризуется направленными прямыми с углом от нуля до π, или ненаправленными прямыми, но тогда угол меняется от минус π до π. Значит, получается, каждый поворот трёхмерного пространства, каждому повороту трёхмерного пространства соответствует направлении поворота и угол поворота. Вот, значит, точками шара радиуса π нумеруются все повороты. Но единственное, что на границе это центральная симметрия. А симметрия вокруг осей. Поворот на π и поворот на минус π это одно и то же. Поэтому противоположные точки нужно отождествить. Значит, получается такое отождествление. Действительно, множество вращений в трёхмерном пространстве это проективная прямая. Вот так что получается такое различие различие этих трёх картинок. Ну а немножко больше наукообразия и разные другие инварианты более интересные об этом речь пойдёт в следующий раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ